здравствуйте друзья с вами чеширский кот сегодня я хотел поехать показать вам немецкую деревню другие части европе и другие жека есть там португалия италия германия и так далее но у меня непредвиденное обстоятельство как бы я заболел очень сильно и извините меня как только я поправлюсь я обязательно съезжу и покажу вам не переживайте вот хочу сегодня поговорить о погоде в краснодаре то есть то время которое мы живем здесь вот знаете последнем ролике где я показываю жека и европа сити есть несколько комментариев один из них у меня новый друг по ютубу из майкопа канал алекс тв 01 вот я искала информацию о майкопе и нашла этот канал чисто случайно зайдите посмотрите он такой знаете не узкой какой-то направленности что именно какую-то тему освещает этот канал он там просто как бы всего помаленьку и очень много информации о самом городе майкопе хотите посмотреть посмотрите канал такой знаете вот такие как я люблю чтобы был без выпендрежей без всяких там напускных каких-то вещей вот простой нормальный канал то есть вот его смотреть приятно от него ничего негативного как бы не ощущается любой ролик посмотрите он такой милый добрый верить добром хороший канал приятный вот и мне этот новый друг написал алекс под этим роликом что а какая погодка в январе у вас позавидуешь и мне сразу так интересно стало что в майкопе может быть другой климат какой-то да это очень важно потому что я хочу как бы узнать об этом городе все и о климате в том числе моей мамы есть двоюродная сестра она уехала в майкоп 20 лет тому назад мама была у нее в гостях девяносто восьмом году когда был дефолт и вот она была зимой так ноябрь декабрь январь вот это время котики у меня тут разбесились разносились не обращайте внимание это они так развлекаются иногда бывает у них и вот когда она была в девяносто восьмом году там сестра и ей сказала что климат очень изменился что раньше не было ветров почти ну так чуть-чуть и небольшой ветерок и все а сейчас изменился климат в худшую сторону и вот я не знаю то ли правда так мне очень интересно как бы чем отличается климат краснодара от климата адыгей то есть то что я сейчас нахожусь в адыгеи ничего не меняет потому что майкоп находится в центре республики от нас от яблуновки 120 километров и там конечно же может быть совсем иной климат я как бы принадлежу краснодарскому климату потому что я выхожу на балкон и вижу краснодар да в окошко поэтому у меня погода и климат краснодарская да вот эта сторона да скажи пожалуйста алекс вот все эти мелочи по климату очень интересно а по поводу того что хорошая вчера была погода да уже три дня хорошая погода то есть ветра нет такой легенький ветерок и плюс семь восемь до этого было постоянно плюс один плюс два летел мелкий снежок сразу таял как бы идет дождь постоянно вот это вот слякоть серость для кого-то даже может быть депрессивная она может показаться эта зима это я говорю про этот год какая в этом году зима я не говорю за все зимы потому что я здесь нахожусь только первый год и это для меня первая зима может быть в том году была другая зима может быть в следующем году тоже будет совсем иная погода вот где-то с ноября как началось вот это все и и постоянно холодные промозглый сильный ветер нужны не продувайки непонятно как одеваться то есть если я в кузбассе холодно же я надеваю шубу ну и все и мне нормально слишком сильных таких ветров каких-то вот таких как здесь нету есть бывает сегодня ветер завтра нет по дну то есть меняется вот это все да здесь как начал дуть ветер так он дует неделю так он дует две то есть он постоянно дует 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 и это все при влажности 90 процентов то есть это промозгло это непонятно что надевать то есть если я здесь надену например шубу мне будет жарко так как воздух сам по себе не холодный он теплый и вот этот сильный ветер он задувает в каждую щелку тебе я не знаю как тут надо завязываться все закрывать я не скажу что холодно некоторые там говорят вот приехали с сибири тут замерзли как так и смеются нет я не скажу что холодно может они просто объясняют неправильно свои ощущения не холодно а вот как-то понимаете вот продувает вот промозгло вот противно вот как-то сыра постоянно вот ноги мокрые да приходишь домой сушилки вставляешь вроде бы ты не хочешь по лужам а вот просто вот эта вся сырость она напитывает одежду то есть ты приходишь у тебя куртка ты ее повесишь в шкаф и вот например или не в шкаф там на вешалку куда-то в коридор и и вот и и как бы трогать он она как будто бы мокрая постоянно вот сама влажная все понимаете ну вот представьте себе это я сейчас говорю землякам до северянам сибирякам вот уральцам вот эта сторона вот представьте что вы когда летом идете купаться да вы искупались мокрые выходите на берег и дует немножко ветерок плюс 25 например до 28 и вам немножко прохладно вас мурашки да ну потому что вы мокрый и на вас подул ветерок даже теплый да а здесь представляете вот такое ощущение 90 процентов влажности и вот вы как будто бы вот намочили до руку и вот вы вышли выставили и вот это вот один градус 2 градуса плюс даже да и вот этот сильный ледяной ветер какой-то вот прям пронизывающий такой естественно вот такое вот ощущение то есть тебе не холодно а вот так ты как бы про продрог то есть вот такое ощущение и вчера тепло мы поехали в немецкую деревню так здорово я без шапки я тоненькой кофточки у меня расстегнута куртка вообще расстегнута то есть ну мне тепло воздух то теплые понимаете ветра нет а все равно вот это вот ну то есть я еще не освоился здесь и как бы не адаптировался так как нужно это первая зима уже извините и вот я простыл я утром раз сегодня просыпаюсь у меня заложен нос у меня вообще у меня последнее время когда я простываю закладывает уши то есть я и слышу как-то плохо вот как самолете закладывает уши и насморк и и кашель то есть и температура 38 поэтому как бы сегодня мы никуда не поехали не переживайте я если кот обещал показать вам немецкую деревню вам обязательно покажет вот так что расскажите пожалуйста алекс тв 01 канал чем погода и климат майкопа отличается от краснодара с вами был чеширский кот пока пока а